всем доброго времени суток друзья с вами паречка и у меня для вас хорошие новости меня пригласили на закрытый бета-тест нильфгарда то есть эта версия которая доступна только тем кого собственно сюда пригласили и в ней можно поиграть уже за нильфгард и за любые фракции другие собственно с измененными картами которые будут в последующем введены в игру 6 февраля как все вы знаете когда будет обновление тут есть уже все премиумные карты которые не добавят и различные новые видите зелья до анимированные карты вот новая карта медики ковара туманники там обновленные медики севера обновленные но все неважно суть к тому что я попытаюсь вас снабдить контентом как бы подготовить к патчу чтобы вы могли быть более адаптированы и выступить эдаким советчиком создание интересных колод сегодняшний выпуск будет посвящен не в гарду так как эта колода выходит в ближайшее время поэтому план действий примерно такой я покажу колоду расскажу ее суть и потом мы перейдем к одному из моих геймплей которые были записаны на моем стриме заранее извиняюсь за какую-то там возможно нецензурную лексику хотя надеюсь ее там не будет я постараюсь это вырезать потом но сейчас сначала разберем всех лидеров и так уникарда на данный момент имеется три лидера я их каждого примерно пишу это будет небольшой такой анализ собственно первый лидер мгр вар мрейс его способностью является раскрытие трех случайных карт в руке вашего соперника это способность была изменена как видите и она уже раскрывать три карты не две как было заявлено ранее но прошу также вас учитывать тот факт что все так возможно к 6 февраля еще поменяется способности достаточно неплохая по сравнению с той который была лидер должен использоваться в архетипе колод на раскрытии карт собственно под него и сделаны некоторые специальные карты под этот архетип например такая как вот эта карта она получает одну силу за каждую карту раскрытую в вашей либо руке оппонента например такая карта раскрывает случайную карту в руке оппонентам например вот эта карта стреляет на 2 урона в случайную цель когда карта в чьей-либо руке открыто то есть вы понимаете это определенные архетипы, и колоду связаны с ним, я вам также сегодня покажу. Следующим лидером является Морван Ворхис, известный предводитель дивизии Альба в третьем Ведьмаке. Ну, кстати, про МГР я не стал, я надеюсь, вы знаете и так, кто он такой. Я думаю, величайший император всея Нильфгарда. Его способностью является, посмотрите на три верхние карты, в верхние карты, попрошу внимания, в вашей колоде и сыграйте одну. То есть, как только вы посмотрели на них, вы можете понять ваши следующие основные две карты, которые придут вам, например, с топ-дека в следующем втором раунде или с любого шпиона. Итак, небольшой совет. Вполне возможно, на мой взгляд, это сейчас является сильнейший лидер за Нильфгарда, и вполне возможно, что к релизу он будет как-то изменен, но пока ее способность такова, я его считаю самым лучшим лидером, и, возможно, с ним можно построить разные архетипы, можно попробовать и на раскрытии колод, но как мне кажется, он более предназначен для игры со шпионами, так как позволяет вам... Он вообще предназначен, он универсальный, понимаете, в чем его особенность, в отличие от следующего лидера и предыдущего, вот то, что этот не может как бы играть со шпионом, он может раскрывать карты, и хочет сделать такой архетип. А вот Морван, он может делать различные комбинации со своей колодой, вплоть до всего, чего взбредет в голову. Поэтому останавливаться я вам не буду, увидите геймплей, который я вам покажу, он будет на шпионах. И третий лидер, наверное, самый, на мой взгляд, сейчас плохой, Джон Кальвейт, также известен по книгам, последним, насколько я знаю, в Ведьмаке. Итак, его способность является передвижение всех шпионящих юнитов на одном из рядов вашего оппонента на вашу сторону поля. То есть, то, что он делает, это передвигает ряд шпионов, один ряд, на вашу сторону. Причем, учитывайте то, что золотый картон не передвигает, это было уже мной проверено. То есть, лето нельзя передвинуть, можно его посеребрить там двумя ритровыми кандалами и потом передвинуть. Тогда да. Иначе нет. На мой взгляд, этот лидер сейчас самый неинтересный и скучный. Его билка уже меняется несколько раз. Раньше он двигал вообще всех шпионов на поле, и тогда это было, наверное, слишком сильно. Как по мне, это и тогда не было сильно, и стоит вернуть, наверное, такую способность. К сожалению, с ним геймплей мы попытались сделать такой более фановый, мы пытались сделать зеркало Беккера на лето, собственно, когда он раскачивает, чтобы нашу корову серебряную там перекинулась. В итоге ничего не получилось, но и выиграть игру было достаточно тяжело, и способность крайне этого не помогла. В отличие от того же Ворхеса, опять-таки, я возвращаюсь к нему. Ну и давайте перейдем тогда к первому типу колоды, которую я вам сегодня покажу. Эта колода будет выглядеть вот так. Назвал я ее Show Me Your Hand. Покажи мне свою руку, что переводится на русский. Канер тут, ну, более-менее видно, я думаю, вам. Итак, сутью колоды является... Она, опять-таки, повторюсь, недоработана, то есть тут можно ее как-то улучшить, но выглядит она у меня на данный момент так. Из золотых карт тут является Тибер Эберхат, Эггепрахт, очень сильная карта, Стефан Скеллин, Вилье Форц и Ксартисиус. Серебряных карт, вы видите, Вахримара, который бафается за одну карту, получает одну единницу силу, за каждую раскрытую карту у вас или у оппонента. Есть Албрих, универсальная карта, которая, если возможно, берет карту и вам, и сопернику, но соперника карту показывает. Еще из серебряных слотов оставшихся у меня есть Шпион Конторелла, который, возможно, скорее всего, будет в карте играться колодья Нильфгарда, потому что очень сильная карта. Его способностью является, посмотрите на верхнюю карту вашей колоды, если она вам не нравится, запихните ее в самый низ, если она вам нравится, возьмите ее прямо сейчас. Когда он шпионит, получает 6 силы, то есть 12 становится, плюс именно к погоде. Следующий карта является Яхим Девет, еще один шпион, который играется в миллерят и играет верхнего, лояльного, то есть вашего юнита из колоды, возможно, даже серебряного, например, такого, как Албриха, дает ему 8 силы и, собственно, все. Ну и Деверитовая бомба, так как пока то, с чем я сталкивался, это были оппоненты на различных бафах и такие, как Монстры, Скелли, сейчас это очень популярно. В общем, большие значения цифр оказывались, то я решил взять Деверитовую бомбу, которая теперь работает на один ряд и к тому же делает юнитов серебряными с золотыми. Это как в виде премиум-версии, да, всех карт. Ну и Чучело, новое, обновленное, для того, чтобы комбинировать его, возможно, с Албрихом, с Албрихом, в принципе, с Медиком, ну, тут на самом деле больше с Албрихом или возвращать каких-то шпионов врага. То есть Чучело, тут, в принципе, взаимозаменяемая карта. Лидера мы объяснили, давайте поговорим немножко про золотые карты, чтобы, наверное, с них начать. Собственно, вот эта очень сильная карта используется либо в первом раунде, либо во втором. Возможно, ее использование такого, точнее, сначала способности. Если ваш оппонент не спасовал, получает 15 силы, то есть становится 22 единицы у нее сила, и тогда ваш оппонент берет карту, и вы, ну, видите ее, она вам показана. То есть, сами понимаете, вы можете просто, если выиграли первый раунд, сыграть эту карту как 22 единицы силы, золотого урона, который можно скинуть только двумя ритом, и вы просто пасуете. Либо сыграть в первом раунде, просто так спасывать. Тоже это, поверьте, не очень легко. Где-то две карты оппонент, скорее всего, затратит. Следующей картой, вообще, точнее, это отдельная комбинация карт в данной колоде. Тут я положил Вильги Форца, но можно было взять и другую золотую карту, например, такую, как... Сейчас прогрузится. Можно было взять Ватье Доредукса, например, если вы хотите играть на полном раскрытии, он раскрывает ваши карты, и в соответствии с этим раскрывает карта оппонента. Ну, в принципе, это, наверное, лучший вариант, который тут можно сделать. В общем, Стефан Скеллен. Скеллен, очень сильная карта. Выберите любую карту в вашей колоде, к тому же, она вам позволяет напомнить, что находится в вашей колоде, что тоже преимущество для тех, кто не играет без дек-трекера. И потом, ну, вы берете карту, которую вам нужно, вы помещаете ее на самый верх вашей колоды и ее перемешиваете. Ну, сначала только перемешивайте, а потом помещаете наверх. То есть, следующий ваш дроу с Контореллы или с вот этого товарища, учитывайте только, что он дроуит только ваших юнитов. То есть, если вы поместите Стефаном Контореллу себе наверх, то Иохим ее не достанет, потому что она вражеская. Шпион. Шпионщий юнит. Суть, вы поняли меня. Это делает ваш топ-дек лучше. По-моему, тоже очень хорошая карта в любых кайфах севера. Далее, Вильгифорс. Тут понятно, ух, как он кричит. Если вы хотите сжечь юнит оппонента, тут, как вы видите, преимущество карт не столь важно, потому что вы видите и карты оппонента, и вы можете знать, что вы играете. к этому карту, вы ничего не потеряете. К тому же, вы ее увидите. Если же нет, вы используете ее на любую свою слабую какую-то карту и получаете за это баф. То есть, ну, баф в виде дрова карты. Убиваете двойку, получаете дров карты и так далее. Ксартисию же тут используется для того, чтобы сделать топ-деки вашего противника хуже. Используется желательно, наверное, во втором где-то раунде, когда там идет самый разгар шпионов и всего такого. К тому же, вы можете узнать, когда вы смотрите на эти три карты, вы можете, это небольшой вам совет, вы можете узнать три карты соперника, которые будут находиться, собственно, где вы одну берете в самый низ колоды, а следующую карту, две, вы их увидите. Это будут два топ-дека соперника, например, во втором раунде. То есть, небольшой вам совет. по личному опыту говорю. Ну, а, собственно, сама суть колоды является в том, что вы ставите вот этих три Манганеллы по желанию, допустим, с Чистого Неба, если так это возможно. Если с Чистого Неба они не падают, то, например, с Чистого Неба падает Ремиссари, который играет бронзовый юнит из вашей колоды верхнего, и вы, конечно же, надеетесь, что это будет не этот медик, а, например, вот эта карта или Манганелла или Алхимик. Соответственно, с Манганеллами как бы примерно вот такой вот гайд по колоде, а это была колода на раскрытии карт. Ну и давайте перейдем к интересному и сочному геймплею. Поехали. Не люблю его держать в руке, на самом деле. Пусть он мне лучше пойдет как-нибудь так. Сам по себе. Алхимика бы достать. Ну, рука, в принципе, неплохая, интересная. Можно даже прям сразу Тиберга бахнуть. Давайте так и ставим. На 22, да? Да не, он нормально. Мы с ним вчера такие катки тащили. Мы вчера против Макбирда с вот этим Тибергом просто выиграли катку на изючах. У меня плакат. А Геральт Игни. А Геральт Игни. А любая, в принципе, золотая Нильфов. Ну, Вильги Форсона своего. А, не знаю, какой-нибудь командирский рок и Романтия. Ты бы этого не боялся? Я бы боялся. Заходит на стрель. Плюс зритель, ребят. Может, ему сейчас... Не, я не буду его стирать сейчас, Вильги Форсом. Я сейчас поставлю картунку. Поставлю еще картунку. Он поставит пацанов и я начну раскрывать ему карты. Да ладно, там карты на 13... Ну, вот эти вот такие плей, типа чучело на Барклайе. Это такой детский сад, ребят. Это детский сад. Добро пожаловать, дружище. Приветствую тебя на моем канале. Присоединяйся к нам. Смотрим на карты. Большое спасибо за хост, потому что я его, видимо, провтыкал. Да он серьезно, стрим снайп, посадите, что ты делаешь? Он типа хочет лишить меня валью? Ну окей, медик сейчас самослушает. Я не понимаю, что он делает. Север, север, скоты, север. Они вам... То есть это ваши любимые фракции. Белки, монстры, монстры. Хорошо. Один человек только написал Нильфы. Вот так вот. Да, в принципе, рука вроде отличная. Ну, Нильфы, на самом деле, я же говорю, их много кто перехайпил. Ну, то что мы отсюда достанем. Ну, ладно, хоть на Хартисиуса. Я хотел достать, если что. Джеймс Мориарти, добро пожаловать. Сто лет тебя не видел, друг. О, Манганелла. Приветствую, еще раз тебя, дружище, добро пожаловать. Поприветствуем все. Нас встречаются, ребятки. Капа. Огромный. Отлетел Краснолюд? А, это отлетел мой шпион. Так что, если теперь медик, нормально будет. Я могу просто пас нажать сейчас, он об этом не думает. Ну, ладно. На самом деле, Саския девятка, ребят. Что-то много. Посмотрите, он просто сравнялся со мной по картам, ничего не делая при этом. На Тиксарта. Олл Стрик. Приветствую тебя, добро пожаловать на канал Людь Хороший. Великим в канал. Саския, да, девятка, блин, ребят, девятка просто мощная. Давайте хотя бы подмешаемся. Ну, вот это будет лучшее, самое, что мы можем тут топдекнуть. Да. Такое чувство, что я ему к Сортисиусу в руку их даю. Рановато, ну, мэйби. А мэйби еще... Ребят, Двимириджи есть еще. Не забываем. Я еще чуть с ним поиграю. Это норм, что... Ну, ты видишь, братик, ты сидишь на Ютубе, и у тебя поэтому вылезает реклама. У всех, кто сидит на Ютубе, может она вылезать, ребята. Так что тут я бессилен. На Твиче она у меня еще не стоит, потому что у меня нет партнерки. А на Ютубе у меня есть, как бы с Ютубом. За что дали доступ-то? За то, что я хороший игрок. Наверное. Ладно, это я шучу. Что я там положил-то? Я уже забыл. Я забыл, что... А! А, я его и положил. Все, я вот обдетнул с помощью. Я понял, все нормально. Шестерку на баб дал. Это нормально. Двимирид, если он сюда будет кидать... Сюда надо, чтобы кидал. Эльфы, Аглаиса, Двимиридовая бомба. Новая мета. Хост. Все работает. Ну-ка, тест-хост-алерт. Вот привелся по речкам, хост. За хостом слуги. Может, я уходил, ребят? Я что ли уходил тогда? Или вы меня обманываете? Ну-ка, еще одну котонку у него посмотрим. Ну, и вот так. Так ты еще не факт, что выиграл, тут братик. Конечно, этот ряд опасный выходит у него такой. Ну, блядь, ну... Ну, что-что такое-то, епта. Ну, блядь, епта. Ну, считаем. Что мне тут выгоднее скинуть? 30... Сколько они по умолчанию? Пятерки? Или тройки? Тройки были. И, по-моему, их сделали четверками. То есть, это четверки, эти пятерки. Эти четверки. Конторал сейчас. Ну, конечно, выгоднее этот ряд, правильно? Бигдефорсом своего медика потом. Оп, здорово. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Нет, блядь. Да! Да! Хорош! Я вернулся. На этот раз я вам покажу колоду Морвона Ворхеса на шпионах, которые я также сделал. Так как этот выпуск мы посвящаем, я посвящаю Нильдгарду, в последующем уже разберемся с другими картами. Возможно, уже даже когда выйдет открытый бета-тест. Но пока вот так вот. Морвон Ворхес. Собственно, вот так выглядит колода. Давайте немножко разберемся с золотыми картами, как всегда. И в чем суть, собственно, этой колоды будет у нас. Суть этой колоды является в том, чтобы перебрать основные карты, чтобы у нас брелась цири дэш, и, собственно, сыграли все комбинации возможные. Начнем с золотых карт. Нет, давайте сначала с костяка с бронзовых. Есть опять два шпиона, три шпиона, которые достают юнитов из колоды. Есть еще шпионы, которые дают улучшение, бонус к силе, когда они стоят на стороне оппонента. Например, вот этот шпион, когда он ставится на сторону оппонента, он дает 10 силы вашему юниту. То есть, например, на вот такую карту, как пикетщики Альбы, которые иммуны к погоде, получить 10 силы весьма неплохо. Я бы даже добавил, наверное, убрал одного имперского бригадира, или бригады императора, убрал бы одного юнита и добавил второго такого же. Теперь к этой карте тоже очень забавная карта. Получать две силы за каждого шпионящего юнита на поле. То есть, неважно, у вас или у противника. Это, представьте, это уже 5 шпионов. Тут, видите, 2 копии, тут 3. Вот еще 2 шпиона. И еще у соперника могут быть его шпионы. Что уже делает его эффективно? Разыгрывают только вот эти карты. Например, 5 штук. Это уже 10 силы холянные на вот этого юнита. То есть, это уже 16. Ну и еще эти бонусные, так сказать, есть там по 20, может быть, единиц силы. Ну и, собственно, суть в том, что вы выставляете всех шпионов, вот этих вот маленьких, сначала через чистое небо, потом начинаете играть какие-то свои карты. Естественно, если вы не хотите, чтобы у вас была комбинация, допустим, играется вот этот шпион, да, а потом из него вылетает вот этот, и получается, никого не бафает, да, то сначала лучше сыграть юнита такого, вот оставить его в руке. Поэтому я сказал, что лучше их 2. Так как этот бафается только после того, как вам лучше его поставить в конце, чем в начале, то этого можно ставить прямо в начале. Разобрались, поняли вы меня, я надеюсь. Ну и, а эти карты, если вылетают из колоды, они, напомню, дают адреналин, так теперь называется Resilience Adrenaline, у юнита остается на следующий раунд, то вы хотите на своего самого сильнейшего юнита использовать эту карту, двух панель достаточно для колоды. Свайп нужен просто для чистки стола, неплохая спелл, заклинание, отличное. Тут была просто другая карта, перед этим я ее вам сейчас покажу, если вам захочется, вы можете попробовать. Была тут Ирис, которая, когда уничтожается, добавляет три силы всем вашим юнитам. Собственно, вместо вот Киалаха вы можете ее попробовать. Хорошо, перейдем теперь к основным картам, которые должны что-то у нас в колоде делать. Как только мы все перебрали, вот всю эту мелочь, мы можем начинать использовать нашего лидера. Ну, правда, не против всех фракций. Например, против короля Брана, который скидывает юнитов, вы можете прям его использовать побыстрее. Сейчас объясню, почему использовать побыстрее. Потому что у нас есть карта золотая, называется Кагыр, которая через два хода перезаряжает способности лидеров. Как вы понимаете, такого лидера, как Бран, например, ему очень невыгодно скидывать четыре карты. Это весьма для него много. Какому-нибудь Гейльсу, скорее всего, не придется уязать на свой второй ряд и делать шестерками. Или, там, Бруверу Гогу, допустим, закончится серебряная карта, если вы подсчитали. То есть, тут нужно грамотно к этому подходить, просчитывать, против кого вы играете. Против МГРа весьма неплохо сыграть его где-то попозже, вот, например, чтобы он раскрыл, чтобы его вторая обилка уже не была полезной. То есть, вначале ее лучше не давать ему использовать. Вы сами понимаете, если вы сыграете эту карту, то оппонент просто даст свою способность и она перезарядится. В общем и целом, друзья, так как мы перезаряжаем нашу способность, мы можем как бы периодически брать именно нужные карты, потому что вероятнее всего из трех карт будет именно нужная вам карта. И тут, кстати, забыл упомянуть, есть Мэна Каегора на случай того, если вам эта карта убивает всех шпионщих юнитов на поле, вражеских. На случай того, если ваша Конторелла или Яхим Девет или даже вот эти маленькие шпионы, вдруг вам как-то немножечко, так знаете, надоест на них глядеть, вы используете Мэна, который сам по себе девятка и убивает, например, такого, как Конторелла 12 сил и юнита, то и даже эту мелочь весьма неплохо. Хорошо. Следующая карта это Цири Дэш. Так как наша колода весьма неплохо перебирается, есть возможность ее использовать до трех раз, у меня это получалось. Не знаю, будет ли это видео конкретно, но всегда можете посмотреть в записи это. Ну и Стефан Скеллинг, как и в предыдущей версии колоды с МГРом, так и тут он выполняет такую же функцию взятия нужной вам карты, но тут есть бонус в виде Альбриха. Тут он у меня присутствует, то есть вы можете прям в живая рабочая комбинация, вы помещаете карту, которая вам нужна, вы используете Альбриха и вы гарантированно ее берете. Или же вы можете поместить карту наверх, использовать Морвона тоже, если у вас прям сильно много карт. Или же вы можете ее использовать как возможность для топдека во втором раунде, то есть вы помещаете нужную себе карту наверх и во втором или в третьем раунде, что в третьем раунде согласитесь, очень сильно, гарантированно ее топдекать. Суть колоды, повторяюсь, разыграть шпионов, попытаться сделать вот этих товарищей толстенькими, дать им ресайленс, чтобы они стоялись на второй ход, там как-то отыграть или спасать, лучше, наверное, даже отыгрывать и выиграть игру. Ну, эта карта получает бонусы, когда лидеры используют свою способность, как я и сказал, ее можно заменить на игру, или на любую серебряную карту, которая вам нравится, на мой взгляд. Собственно, все, чучело нужно, чтобы переигрывать Айл Бариха, либо переигрывать какую-то шпиончивую юниту оппонента, либо, ну, в принципе, на много вещей у меня получалось его использовать. Девимирит, сами помните, почему я рассказывал, потому что очень много баф-калод. В принципе, все. Я думаю, вы, если посмотрите геймплей, то поймете все основы этой колоды. Ну, заранее скажу, что после этого, как бы, не будет колоды нового лидера, потому что там не получилось записать какого-то путного геймплея, поэтому сразу ожидайте следующую фракцию, оставляйте свои комментарии снизу, ту, какую фракцию вы хотите видеть, чтобы я записал на нее такой разбор эдакий, показал вам какие-то колоды, которые, возможно, будут играть. Ну, собственно, все. С вами был Паречка, наслаждайтесь геймплеем за последнюю колоду, представленную в этом видео. До скорых встреч, друзья. Не забывайте подписываться на мои соцсети. издеваетесь над стримером. Сорян. Ты имеешь в виду ублюдка, Маш? 60. Это уже 67, ребята. 67 такого. Стоп, это Макбирд, по-моему, нет? Это Макбирд. Или Макбирд 47 был. Я, честно, не могу забывать. Я не помню просто. Ой, ёпт. Не нужно. Как бы да, но как бы и нет. Где золотой Кахир? Угу. Циринатиск тут на самом деле просто это много-много голды. Всё. Давайте так попробуем. Пока, Михаил. Вот тут мне надо свою обилку как можно более поздно использовать. То есть не сразу. найс. Найс. О, это вообще лучший расклад. Это вообще лучший вариант. Ну, уже его перестало так трясти. посмотрите как его вот это почти. Ну, она хорошо. Спокойно. Чуть-чуть порохлили как бы. Ну, у меня тоже есть такая карта, ничего страшного. Поехали. Я же всех его шпионов уничтожил. Понял. Бумсы. Вот это мне кажется допускает. Ребят, вы же понимаете, да, что сейчас произойдет? Вы же понимаете. Шпион. Только не Ерльд и Игни. Ребят, вы сейчас понимаете, что будет делать один мой друг под названием Мэна Койко? Есть у меня один такой знакомый. Зовут его так. Мэна скушает их всех. Кстати, он теперь перестал быть шпионом, но на самом деле только 12 тут нормально. Так что пока торопиться не стоит. Пока мы используем адреналин, наверное, на картунку одну. А я могу еще больше себе сделать. Хочешь? На самом деле смотрим на верхние три карты. Нифига, там топ-карта лежит. Слушайте, а может быть вы знаете, что хотите сделать. Ну ладно, Конторелла по-моему слишком ваше. в принципе пойдет, наверное. Ну все, поиграли. А клевер маневр, сказал Мэнок Игорн. Хороший маневр. А жаль, не успел, но у меня есть еще одна. Но не успел дать. Ну вот, нормально, мы сейчас быстренько все это исправим. Так, мы можем что заменить? Имперскую бригаду, что ли? Или свуйб? Давайте свуйб поменяем. Что он мне пока не... У-у-у, албрих. Балансed. Вент баланс is just alright. Именно так. Так, этот у нас пикает только лояльного, правильно? Лояльного и не золотого. То есть, мы сначала сыграем его. Бля. Я забыл. Там мог быть на самом деле больше никого и не могло быть. Только, ну, так как он сверху лежал. Мне осталась одна золотая картунка циритаж. Да, это была единственная карта. Мог только взять серебряную. Но это неважно, что ты их пропалил. Ну, давайте вот так сделаем теперь. Типа. Гурак, бля. Вот. И чем как бы дальше идет игра, тем, наверное, у него будет более бесполезный его лидер. Сейчас я ставлю себе две карты в руке, поставлю этого Кахира и возьму себе стоп еще картонку. И это будет цель. Без шуток. Вот сейчас он положит сам себе какую-то карту, которую он хочет, наверх, и это будет хорошая карта. Да мне нравится его назвать по-английски, ребят. Кахир. Ой, как ты долго думаешь. Давайте сыграем пока цель. Сейчас плотву, да? Вот хочется плотву, чтобы плотва появилась все время в руке. Это это играю от всяких баф карт, которые за открытие в руке бафуются. The Great. Приветствую, добро пожаловать на канал, так что не стесняйтесь. Так, Конторелла меня... Он только взял нужную себе карту, поэтому я сделал вот так. И я хочу увидеть у себя в руке стопроцентно Кагира. А там уже не важно, что будет. Большое спасибо. Алабеско, приветствую тебя. Это он решил моего сжечь? Ну, спасибо. Найс. Нормально. Чем позже, тем лучше. Мэн, туркмен, здорово, помню тебя, приветствую. Так, ну что мы тут сделаем? Блин, неплохо, что он сжег, конечно, Контореллу. Но там осталась Ирис, Свайп, и как бы вы сами понимаете. То есть у меня уже обилка лидера становится немножко бесполезной, а у него в принципе еще полезная может оказаться. Я думаю не переигрывать Шпиона, а сыграть просто пока окей. Ну, у него неплохая карта зашла. Вильгит Форс Салдаган. Гексагер, приветствую. Послал нахрен стример, а? Эти фолловеры, а, шальные. Так, он показал все мои карты, и собственно теперь можно спокойно ставить. Нет, спокойно его ставить не надо, мы его поставим потом. У него есть окус, который он может дать на Ирис, которую он пока не видит. Да, у меня Морван он будет бесполезный. У меня Морван будет бесполезный. Барбарианс! Вопрос, дотянет ли он? Сразу. Скрепленный в один линейский отряд Морван для слава... Ой, ты сука. У него убилка будет еще более бесполезная. Дали мне доступ и сресны. Но мне было приятно на самом деле. Не буду врать, он. Мне было приятно. Аааа, па-па. Я Ам Сапнис. Я Бон. Или Я Грусть даже скорее. Мне кажется, я вас могу высечь прямо в этот раунд. Я опять, наверное, сыграю Чучело. А, у меня там Цири Даш еще зайдет потом. Next карты 100%. Что ты будешь резать в деле? Амбассадор как вариант. Или вот этого пацана у меня есть. Или шпион еще шестерку. Я печеню. Ну, мне было приятно, конечно. Чучело на меня видит. Сейчас что-то там просчитывает в своей голове. Я что думаю? У меня следующий ход один топ-дек. Я могу дать вот так Альбриха. Но я этим еще раз дровну картонку. А могу переиграть чучело, потому что я смогу сыграть обед голый. Нет. Не успел! Не успел! Первый ряд съел! Как мило! Как мило! Так, ну и мы сейчас ему карту не хотим давать правильно. Мы хотим сейчас сыграть вот так. и свальп. Дотянет ли он? Ну тут только шпион. А у меня будет цири дашка. Я ее стопроцентно поменяю. мне зайдет в цири. Собственно все поиграли по идее мы с ним. Мне даже можно ничего не делать. Но это не бм это просто парбариянс. Не хватит. Красивая игра на самом деле. Мне понравилось. Ноль одна карта осталась в колоде ребят. Перебрали все. Мы все сделаем сократы. Но импира это хоро. Крело. Ха-ха-ха! Вот и вторая билка эмбира. Смотрите как его дергает. Во сколько ягод за викторину по завершению стрима. Еще бы цири держать весь раунд. А! Он видел у меня чучело снэка. Что бы он еще сделал? Я бы просто ее ставил ему и все. И я бы тогда выигрывал. Подумал такой типа что же я могу тут сделать? Что же я могу тут сделать? Нет, игра как бы не лагает. Это такое чувство именно она просто бажит. Точнее лагает и бажит. Я понимаю, я имею ввиду, что это косяк со стороны разрабов. Это не наш косяк. У нас не компы слабые, а просто это так есть. Мне кажется так, Алексей. Это именно так и происходит. Ну так все. Да. Блин, чисто неба нету ни одного. Надеюсь, он тебя не поднимет. Кей. Картун. Капа русский аллах. Ой, найс. Вот, вот, это я уже научился, ребят, так никогда не дешев. Мой сын has earned. Да, у меня комп не сильный, да. Вот я знаю. Ну, как бы это сказать, в Беларуси это еще считается сильным компьютером, наверное. О, вот я так и знал, что так и будет. Поэтому я, видите, так и сыграл. Классно у меня звезда в натуре не эфгардская. Прям а во лбу звезда горит. Хорошо, что тут нету золотых картонок хоть. Посмотрите, как его дергает, посмотрите, как его дергает, посмотрите, бля. Как-то так он примерно выглядит на данный момент. Ну, Рано лата выскочил. Ну, ладно, ничего страшного. Я не просто говорю. Так. Ну, что? Достаю музыкату какую-нибудь пилочку. Слабовато. Он ее просто играет сейчас в этом проблеме. Я не хочу сейчас играть. Бля, ну, что ты достаешь? Ну, литар, что ли? Я мог его достать, да, но я не хочу его доставать сейчас. Просто заказал. Ты собирал на процессор вчера? Ну, я помню, когда я был позавчера у тебя на стриме, у тебя было типа 75 где-то процентов на этом голе. Ты собрал вчера весь? что это такое? Шпионов? Вот это картон. Трисон? Не, братик, Трисоном ты меня не пугай. Дисциплина, вот чего вам не хватает, ребята. вот это спасибо за картонку. Даже за чистое небо, спасибо и то сойдет. Там еще есть у меня шпик. бля, блядь, пик которые какие-то ублюдки заразили этой фразой? Зачем он с 6k закинули? Да, бывает, это нормально, это нормально. Это нормально, Алексей. Это те, кто подъехал. Слышите, как он, он говорит на трех фразах. Короче, знаешь, как купить трех процессор? Как-то так. Ну, ставь Контореллу, давай. Хулиганчик 1995 послал стримов нахер и заслужил почтение и уважение. Здорово. Обнимемся вместе, пойдем, да? Слушайте, ну, я не знаю, чучело дать ему или что. Ну, давай так. Ну, Давай. Сейчас чучело тоже достанет, проверить. Не все битвы должны заканчиваться. Ой-ой-ой-ой, что-то ты не очень хорошие карты играешь. И обилка проюзалась, и, соответственно, все сработало. Я вызвал еще вот так вот. И цель возвращается ко мне плюс 8, 113, чуть-чуть не хватает, обидно. PJ Salt. Будет ли играть Контореллу? А вот теперь я могу пасовать, В принципе, я могу сказать, что у меня состояние получше, поэтому я могу сейчас создать Кахира, чтобы он не задрогал какую-нибудь хорошую карту, например. Типа, ему надо ее потратить, и Цири перейдет ко мне, правильно? То есть у меня останется на столе куча картонок. Я сделаю так. Ну, бля, хорошая карта, конечно, зашла. Ну, сколько он отдал? Типа у меня адреналиновые пацаны стоят. Найс! Хорош, 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 хорош. Мне однозначно нравится эта колода, но все, тут без шансов для нее, вообще без шансов. Вообще без шансов. Я думал, поеда. Продолжение следует...